Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы читаем книгу «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 46 глава. В предшествующих главах 44-45 премудрый наставник призывает нас воздать благодарение и почтить святых предков народа израильского, ибо в них прославился Господь, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. И вот, исчисляя праведников Ветхого Завета, дошел он и до Иисуса Новина, который вслед за Моисеем воспринял правление народом своим. Силен был в браних Иисус Новин и был преемником Моисея в пророчествах. Соответственно, имени своему, а имя это велико, и еще более надлежало ему просиять тогда, когда по повелению Божию им был наречен Сын Человеческий, сошедший на землю, Бог Живой. И означает имя Иисус Бог спасает, потому наименование Спаситель или Спас, это и есть для русского языка перевод имени Иисус. Он был велик в спасении избранных Божьих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Да, они жили там, эти народы языческие, но Бог еще прежде обетовал Аврааму все эти земли тогда, когда придет время. Потому не чужое отнимали израильтяне у язычников, тогда живших на земле обетованной, но брали свое в соответствии с обетованием Господним. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города? Кто прежде него так стоял? Как же он стоял? Крестообразно. До тех пор, пока руки его были подняты, до тех пор и победоносно поражало язычников войска Израилева. «Ибо он вел брани Господни, не его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как два». И это чудо помнит человечество, и оно стало запечатленным в истории Израиля, когда для необходимости полной победы надлежало продлить свет, световой день, и он оказался длиннее на много часов по молитве верного Сына Божьего, верного раба Господня. «Он возвал ко Всевышнему Владыке, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его, камнями града с могущественную силой бросил он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы, дабы язычники познали все оружие его, что война его была пред Господом, а он только следовал за всемогущим». И в одни Моисея он оказал благодеяние. «Он и Халев, сын Иефонии, тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утешали злой ропот». Вот какая, оказывается, миссия правителя, который хочет на народ свой действительно привлечь Божие благословения, противостоять враждующим, удерживать народ от греха и утешать злой ропот. «И они, только двое из шестисот тысяч путешествовавших, были спасены, чтобы ввести народ в наследие, в землю, текущую молоком и медом. И дал Господь Халеву крепость, которая сохранилась в нем до старости, взойти на высоту земли, и семя его получила наследие, дабы видели все сыны Израилевы, что благо следовать Господу». Также и судьи, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось и которые не отвращались от Господа, да будет память их во благословениях, да процветут кости их от места своего, и имя их да приедет к сынам их в прославлении их. Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господень, чем велик, учредил царство и помазал царей народу своему. Он судил народ по закону Господню, и Господь презирал на Якова. Какое великое дело главным законам государства иметь закон Господом данный, а не в соответствии с мировыми юридическими измышлениями, которые часто совсем и не стремятся искать справедливости, но устанавливают только свои права над теми, кто должен по их рассуждению быть в подчиненном и угнетенном состоянии. Но поистине народный благодетель — тот правитель, который закон Господень поставляет превыше всякого человеческого закона, иноземного или земного, принадлежащего твоему народу или другим народам. По вере своей он был истинным пророком, и в словах его дознана верность видения. Итак, кому может быть свойственен истинный дух пророчества? Тому, кто являет веру свою Бога и Богу совершенной. Он воззвал ко всемогущему Господу, когда отвсюду теснили его враги, и принес в жертву молодого Агнца. И Господь возгремел с неба, и в сильном шуме слышным сделал голос свой, и истребил вождей Тирских и всех князей филистимских. Еще прежде времени вечного успокоения своего он свидетельствовался пред Господом и помазанником Его. Имущество, не даже обуви, я не брал ни у кого, и никто не укорил его. Он пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится. Умирают пророки, но не умирает их пророчество. И слово, сказанное ими для Израиля, оказалось точно исполнено тогда, когда пришли к тому времена. Такова сила духа пророчества, который есть Дух Божий, который почивает на праведниках и освещает человечеству путь к вечному спасению. Потому и призывая народ и учеников своих, и сыновей своих почитать пророков, нас с вами также, премудрый Иисус, сын Сирахов, наставляет на чтение и почитание не только Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, исполненного пророческого духа, но и святоотеческих книг, которые также, в связи с тем, что их авторы в соавторстве Духа Святого имели этот пророческий дух, и то, о чем пишут они, и то, на что наставляют, является самым живым и верным, благонадежным средством, пользуясь которым, можно безбедно шествовать по путям века сего, «нося, как говорит апостол Павел, как светильник над головой своей, слова пророческие таковые не приткнется, но исполнит путь свой и наследует уготованное для него благо». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok